Библейский портал экзегет.ру представляет там, где либо какие-то документы, либо молитвы. В восьмой главе будет большая такая добавка. И седьмая начинается с того, как царь Артаксеркс и Хаман, враг иудеев, который хочет их истребить, приходят на пир к царице Исфири. И вот эта книга Исфири, она про то, как люди не знают замыслов других людей и подразумеваются, не знают, Божьей воли об этом всем. Вот Исфирь хочет упросить царя не губить иудеев. Хаман хочет погубить иудеев, царь хочет выпить и повеселиться. Больше он ничего не хочет на протяжении всей книги. И у каждого свои какие-то планы. Но кто из них пересилит? Хаман, который прет на пролом, который второй человек в царстве, который нигде не останавливается и не пересматривает свою политику. Исфирь, которая, наоборот, все делает для того, чтобы расположить сердце царя. Царь вместе с Хаманом пришел пировать к царице Исфири. И на второй день пира, да, то есть у них уже был один пир, и второй пир уже длится второй день, то есть никак не встанут. Царь за вином спросил у Исфири, чего ты просишь, царица Исфирь, дам тебе хотя бы и полцарства? Так скажи, чего желаешь, и будет исполнено. Да, то есть царь уже опять пьяненький совсем, как был, когда он свою жену в аште отстранил от трона и прогнал ее прочь. И здесь явно вот он получил то, что он хотел. Смотрите, Исфирь дает ему ровно то, чего он ждет. С самого начала книги мы читаем, как царь хотел жену, которая будет все делать, как он скажет, немедленно и безоговорочно. И она ему это дает сначала. Когда он видит, да, вот эта царица меня полностью устраивает, она уже обращается к нему с просьбой. Хорошая стратегия. Так отвечала царица Исфирь. Если снискала я благоволение в очах твоих, о царе, если это угодно царю, то да будет мне дарована моя жизнь вместе с жизнью моего народа, таково мое желание. Проданы я и мой народ на погибель, на убийство, на уничтожение. Если бы продали нас всего лишь в рабство, я бы смолчала. Не та это была бы беда, чтобы тревожить царя. Да, и вдруг она выливает на него уши от холодной воды. Меня вообще-то собираются убить. Дорогой мой муж и царь. Ну ладно, продать в рабство, это я бы стерпел. А так собираются убить меня? Ну ладно, если бы только меня, а так вообще всех моих близких и родных. Царь, конечно, в шоке. И спросил царь Ротак сердцу царицы Исфири. Кто же это замыслил совершить такое? Где же он скрывается? То есть ему в голову не приходится вязать то, что ему рассказывал Хаман с вот этой фразой Исфири. Отвечала Исфирь. Вот он, этот враг и злодей, негодяй Хаман. И Хаман затрепетал пред царем и царицей. Ну, дальше все понятно. То есть она выбрала тот самый момент и очень риторически выстроила этот свой вопрос. Не хочешь ли ты, царь, сохранить мне жизнь? Ровно в тот момент, когда он к ней расположен на высшей степени. Царь Ярости встал от стола и вышел во дворцовый сад. Кажется, ему нужно проветриться, чтобы вообще сообразить, что происходит. И он должен прогуляться где-то по холодку. А Хаман стал вымаливать свою жизнь у царицы Исфири. Ведь он понимал, что участь его уже решена царем. Ну, да, он понимает, кто здесь главное действующее лицо. Царь возвратился из садово-сада в помещение, где был пир и видит. Хаман припал к ложу, на котором возлежала Исфирь. Царь воскликнул. Так он еще и царицу насилует прямо у меня в доме. То есть, ну, царь уже в состоянии гнева. Вот как он безразлично, безраздельно все отдавал Хаману, ему полностью доверял, так он точно спеременился в противоположную сторону и видит в нем вообще только одни преступления. Из уст царя вылетело слово, и Хаману накрыли лицо. Видимо, это означает род казни. Харвона, один из служивших царю Евнухов, сообщил, Хаман приготовил столб, чтобы повесить мордыха, и чьи слова пригодились царю прямо перед домом Хамана, высотой в пятьдесят локтей. Царь велел на нем и повесить Хамана. Так Хамана повесили на том самом столбе, который он приготовил для мордыха, а гнев царя утих. Ну что ж, вроде бы все хорошо. Хамана-то главного врага погубили, а указ по всему персидскому государству гонцы развозят, развозят, развозят указ с приказом перебить всех иудеев через одиннадцать месяцев. Как это вернуть назад? Тем более, что у персов и медиан законы неотменимы. На самом деле это не развязка, на самом деле это только кульминация. Развязка будет немножко дальше.